И тогда мы сейчас начнем, послушаем директора инженерной школы энергетики Александра Сергеевича Матвеева и потом ваше слово. Спасибо. Приурочено это к завершению заключительного этапа Олимпиады. Я профессионал, в котором многие из вас принимали участие, за что большое спасибо поддержали Томский Политехнический, который организатором был по этому направлению. И сейчас мы рассчитываем на то, что вы, услышав подробности некоторые про школу, про программы и про возможности дальнейшего трудоустройства, которые, я думаю, работодатели продемонстрируют, насколько они нас поддерживают, насколько наших выпускников ждут именно Томского Политехнического университета. Значит, вот, прослушав это все, на основе этой информации, вы как бы продумаете вариант поступления в магистратуру именно в нашу школу. Ну, естественно, что в основном это восточные регионы, будут регион Томской области, Кемеровской области. Ну, и у нас традиционно бывают студенты, приехавшие из центра России, так что должно быть всем интересно. Тогда Александр Сергеевич Матвеев, это директор инженерной школы энергетики, согласился любезно представить наши программы образовательные по направлению теплоэнергетика и теплотехника. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, я профессионал. Сегодня я в качестве директора инженерной школы энергетики Томского Политехнического университета познакомлю вас с набором магистрских программ по направлению теплоэнергетика и теплотехника, которые реализуются в научно-образовательном центре Бутакова, инженерной школы энергетики Томского Политехнического университета. Ну, во-первых, что такое инженерная школа? Может быть, для некоторых университетов это некое новое образование, новая терминология. Мы были созданы как инженерная школа в 2017 году на базе энергетического института, который включал в себя 10 кафедр, 9 выпускающих и одну кафедру профессионального английского языка. Все эти кафедры были разделены в школе энергетики на два крупных подразделения составляющих. Одно из них – это отделение электроэнергетики и электротехники, где ведется подготовка по соответствующему направлению электроэнергетики и электротехниках, и научно-образовательный центр Бутакова. Научно-образовательный центр Бутакова – это структурное подразделение школы энергетики, имеющее особый статус именного научно-образовательного центра. Почему именного? Потому что Иннокентий Николаевич Бутаков жил и работал в Томске, закончил Томский технологический институт имени императора Николая II в 1906 году, и вся его научная деятельность была связана с нашим тогда институтом, сегодня университетом. Он считается основателем теплоэнергетического образования в Сибири, поэтому один из трех именных центров в Томском политехническом университете назван именем Бутакова. И этот центр ведет подготовку инженеров теплоэнергетиков. В состав научно-образовательного центра вошли следующие кафедры, которые на протяжении более 50, а то и 60 лет осуществляли подготовку. Это кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов, кафедры атомных и тепловых электростанций, кафедры парогенератора строения и парогенераторных установок, кафедры теоретической и промышленной теплотехники. Они все были созданы в 50-е и 60-е годы прошлого века и на протяжении от 60, наверное, до 70 лет осуществляли подготовку. В процессе реорганизации все сотрудники, студенты на сегодняшний день учатся и работают в одном научно-образовательном центре. Это бескафедральная структура. Соответственно, непосредственно, если перейти к программам подготовки магистрским, то сегодня их количество в НОЦе Бутакова насчитывает 5. 4 из них на русском языке и одна на английском. Ну, по порядку начнем. Программа автоматизации теплоэнергетических процессов. Ну, наверное, само название этой программы говорит за себя. То есть здесь студенты готовятся к той деятельности, которая полностью укладывается в название. То есть все современные системы управления энергетическими объектами, SCADA-системы, контроллеры и так далее. Вот все вот это оборудование они изучают, ну и, соответственно, учатся работать с этим оборудованием, устанавливать, настраивать, программировать. Ну и, соответственно, это профиль автоматизации теплоэнергетических процессов. В нем 19 бюджетных мест, ну и, соответственно, вот они открыты для вас. Следующий профиль, следующая программа подготовки магистрантов в рамках направления теплоэнергетика и теплотехника, тепловые и атомные электрические станции. Точно так же насчитывает 19 мест. И здесь подготовку студентов осуществляют, ну, опять же, название говорит само за себя, да. То есть студенты изучают основы управления оборудованием тепловых и атомных электрических станций, основы проектирования этого оборудования, монтажа, эксплуатации. Ну и, соответственно, выходят готовые специалисты под объекты большой энергетики. Очень охотно этих ребят разбирают сегодня атомные станции, потому что подготовка позволяет им работать в турбинном цехе атомной электростанции. Третья программа технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника, она была открыта под такие требования индустриального партнера. То есть это наши заводы по сжижению природного газа. То есть в основном весь процесс проходит в теплотехническом оборудовании, то есть подвода, отвода теплоты, охлаждения. Вот, поэтому эта программа очень перекликается, и даже здесь название вынесено с промышленной теплотехникой. То есть все эти теплообменники, все это оборудование, конструирование, проектирование, эксплуатация. То есть все эти студенты, магистранты этой программы изучают в лабораториях и на практиках. Четвертая программа, которую мы открыли относительно недавно, пять лет она насчитывает, это экологически чистые технологии преобразования энергоносителей. Наверное, здесь мы угадали, даже немножко опередили свое время. В ней насчитывается 10 мест. Эта программа посвящена, как сегодня модно говорить, до ASG-повестки, то есть это декарбонизация энергетики, это сокращение углеродного следа, выбросов, это водородная энергетика, это вот все то, о чем на протяжении последнего года говорит весь мир. Ну и последняя, четвертая, пятая, вернее, программа на английском языке, это программа для подготовки иностранных студентов по управлению эксплуатацией атомных электрических станций. Полностью реализуется за два года. Программа полностью на английском языке. Насчитывает 10 мест на договорной основе. Соответственно, по всем этим программам научно-образовательный центр обладает достаточно мощной материально-технической базой. Сейчас я дальше это все покажу. Ну и, конечно же, подход к обучению у нас такой, что ребята без практик не остаются. То есть мы по максимуму стараемся всех наших магистрантов отправить на практики, на реальные объекты. То есть это после первого семестра, это после второго семестра. Преддипломная практика вся проходит на энергетических объектах нашей страны. Если говорить о географии, то абсолютно все атомные станции нашей страны питаются выпускниками наших программ. География, если говорить о объектах тепловой энергетики, то, соответственно, от Дальнего Востока, вы можете на карте видеть, и до Калининграда. От севера до юга. То есть все энергосистемы, во всех энергообъединениях работают выпускники Томского политехнического университета. Ну и так тоже, чтобы полное впечатление у вас создать, наиболее полным оно было. То есть наш научно-образовательный центр Бутакова за последние, там, наверное, 10 лет вложил в материально-техническое обеспечение учебного процесса, научного процесса. Ну, по моей оценке, более 100 миллионов рублей вложено во все это. То есть это очень приличные деньги. Ну, это, соответственно, различные установки, на которых ребята могут заниматься. Одна из них, здесь на картинке представлена, это физическая модель тепловой электростанции, на которой воссозданы абсолютно все процессы, которые протекают в оборудовании электрических станций, в тепломеханическом оборудовании электрических станций, просто с меньшими параметрами и с меньшими габаритами этого оборудования. То есть паровой котел, паропроводы, насосы, теплообменники, паровая турбина и так далее. То есть ребята имеют возможность со всем этим поработать в условиях стен университета. Здесь на картинке приведен стенд по теплонасосной установке по возобновляемым, экологически чистым источникам. То есть это непосредственно сама теплонасосная установка в нижней части, ну и бак-аккумулятор в верхней. Это несколько слайдов по мощной лаборатории газификации твердых топлив, которая на сегодня не имеет аналогов ни в Сибирском федеральном округе, ни в центральной европейской части страны. То есть здесь в основном работают магистранты программы экологически чистой технологии преобразования энергоносителей с этим оборудованием. Несколько кадров с нашими сотрудниками с оборудованием. Но если какие-то вопросы у вас есть, вы можете всегда мне их задать. Контакты все приведены на экране. Можно позвонить либо по телефону, либо написать на электронную почту. В любом случае, на все вопросы, которые к нам поступят, мы дадим вам исчерпывающие ответы. Если необходимо, ну, звоните и переговорим с вами. А так буду очень рад видеть вас в стенах Томского политехнического университета, стенах инженерной школы энергетики на этих программах. Всего вам доброго. Желаю удачи. Спасибо, Александр Сергеевич. Меня слышно? Да, слышно. Хорошо. Тогда мы предоставляем слово Виталию Витальевичу Москалеву, начальнику отдела кадров Калининской атомной электростанции. Он подготовил презентацию. Добрый день, коллеги. Вы меня слышите? Да. Начальник отдела кадров Калининская атомная станция. Воскорпорация Росатом, насколько вы все знаете, одна из ведущих корпораций промышленной отрасли в нашей стране. Если говорить о мировом уровне, то отечественная атомная промышленность является однозначным лидером в области ядерных технологий. Успех определяется задачами, которые выполняет ОТРС. Это обеспечение обороноспособности и энергетической независимости России. В структуру Росатома входит несколько дивизионов, таких как топливная компания, изготовление ядерного топлива, ядерно-оружейный комплекс, оборонка, атомо-энергомаш, изготовление оборудования для АЭС и другие. Госкорпорация Росатом является национальным лидером в производстве электроэнергии около 20% от общей выработки и занимает первое место по величине портфеля заказов на сооружения атомных станций. На разной стадии реализации находится 35 энергоблоков в 12 странах. Один из дивизионов Росэнергоатома – это электроэнергетический. В него входит концерн Росэнергоатом. Ну и, соответственно, в концерн Росэнергоатома входят все атомные станции, а также дочерние компании и общество, в задачи которых входит участие в сооружении и обслуживании атомных объектов. Концерн Росэнергоатома в этом году отмечает свое 30-летие с момента своего официального создания. Сегодня нам есть чем гордиться. Это 11 атомных станций, в том числе плавучая атомная станция. Я представляю Калининскую атомную станцию и хотел бы включить мою презентацию. Калининская атомная станция находится в городе Удомле, город-спутник. Численность населения 29 тысяч человек, расположена на севере Тверской области, посередине между двумя столицами, 350 километров от Москвы и 450 километров от Санкт-Петербурга. Проектная мощность Калининской атомной станции составляет 4000 мегаватт, то есть 4 энергоблока. Первый блок был построен в 1984 году, второй в 1986, третий в 2004 и четвертый в 2011 году. В прошлом году блок номер один прошел полностью морденизацию, было заменено все кабельное хозяйство АСУТП, был поставлен новый щит управления. Что касается, кто нам нужен, то есть по той специальности, по которой, если вы пойдете учиться на магистра теплотехника, теплоэнергетика, кем вы могли бы работать у нас на атомной станции. Вот здесь вот перед вами представлена карьерная лестница. Это то, что касается на данный момент. То есть, закончив магистратуру по специальности теплотехника, вы приходите к нам машинистом-обходчиком тубинного оборудования. Виталий Витальевич, извините, пожалуйста, запустите демонстрацию. Вот я ничего не вижу. Нету, нету презентации. Мы не видим. Запускайте демонстрацию. Просто в зуме зеленая демонстрация экрана. Это вот. Не вижу я свое. А вот на нижней панельке там у вас еще будет выйти, включить звук, выключить звук. Демонстрация. Не видно? Жалко, хотелось очень посмотреть. А вот так вот? Сейчас ждем. У вас было сообщение, что низкая пропускная способность, очевидно. Вот сейчас видно. Пробуйте. Видно первый слайд? Сейчас, наверное, просто надо действительно немножко ждать. А второй слайд видно? Видно, да. Вот, то есть дело, показано, что удобно. Это город-спутник Калининская АЭС, то есть численность 29 тысяч человек и расположена между двумя столицами города Москвы и Санкт-Петербурга. Открою на карьерный рост. Видно? Да. Вот, то есть начальная специальность – машинист-обходчик по турбинному оборудованию. Зародная плата на данный момент составляет 60 тысяч 500 рублей. То есть через год, через два вы можете стать старшим машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. Зародная плата – 84 тысячи рублей. Через пять лет вы можете стать ведущим инженером по управлению турбины. Это вот та должность, к которой вы должны стремиться. То есть это должность лицензируемая. То есть на нее выдается лицензия Ростехнадзора. И, соответственно, идет доплата 7 тысяч рублей. То есть вы сидите за блочным счетом управления и управляете турбиной. Также находятся рядом ребята, ведущие инженера по управлению реактора. То есть через шесть лет вы можете стать начальником смены. На данный момент зародная плата от 125 тысяч рублей. Далее уже можете также идти по карьерной лестнице по административной, либо по оперативной должности до начальника смены. И далее до начальника цеха или заместителя главного инженера. То есть это вот, скажем так, та карьерная лестница. Она, скажем так, очень хорошая лестница для вас, для ребят, который закончит эту магистратуру по этой специальности. В общем-то, я предлагаю прийти к нам потом на работу. Что касается молодых специалистов. То есть каждый молодой специалист, который приходит к нам на атомную станцию, получает подъемные 50 тысяч рублей. Также получает 50 тысяч на обустройство быта. Также мы предоставляем бесплатное общежитие. Либо если вы снимаете однокомнатную квартиру, то предприятие вам компенсирует съем этой квартиры. Также через год вы можете взять бесплатную суду. 800 тысяч рублей со срочкой платежа на два года. И также недостоящую сумму взять в банке. Предприятие вам будет компенсировать часть процентов ипотечного займа. Стоимость жилья в нашем городе однокомнатной квартиры от полутора миллионов. В чем, скажем так, преимущество нашей станции перед той же Ленинградской, со сноуборта, то есть там стоимость жилья от 5 миллионов и выше. То есть у нас, находясь в центре России, стоимость жилья, она достаточно невысокая. Есть свой спорткомплекс. Все работники станции занимаются в нем бесплатно. Также есть свой профилакторий от Калининской атомной станции. Раз в год, две недели сотрудники отдыхают, кормят завтрак, обед и ужин. Различные массажи, мероприятия революционного характера. Также мы своих работников отправляем в санаторно-курортное лечение раз в год. 20% платите, все остальное платит работодатель. На нашей станции также есть профсоюзная организация, есть молодежный совет. Очень много молодежи на данный момент работает на атомной станции. Молодых работников порядка 35% от всей станции. Поэтому есть чем заняться. Вокруг много озер. Кто-то любит охоту, кто-то любит рыбалку. То есть всем этим можно в свободное от работы время заниматься. Вот, в принципе, вкратце, что я хотел сказать. То есть мы с инженерной школой Бутаково очень плотно сотрудничаем. Очень много выпускников Томского политеха, именно инженеры школы энергетики, сейчас работает на нашей станции. Порядка 5-6 выпускников каждый год приезжают на нашу атомную станцию. Хочу сказать, что и директор нашей Калининской атомной станции является выпускником Томского политеха. И он очень любит выпускников Томского политеха. Поэтому у нас очень тесные взаимоотношения с этим институтом завязаны. Поэтому всех, так сказать, призываю поступать на магистратуру. Потому что это базовое высшее образование, которое вам необходимо, после которого, скажем так, вы уже будете квалифицированы специалистами. И вас уже будут брать, скажем так, на атомную станцию без каких-либо собеседований. Вот. Все, что хотел сказать. Если есть вопросы, задавайте. Виталий Витальевич, уточнение, что директор Калининской АЭС – это выпускник специальности именно атомной станции, да? То есть именно теплоэнергетического факультета. Да, да. Атомной станции. Потому что есть и физико-техники. Так, давайте, друзья, у кого есть вопросы или вам показалась информация достаточной, исчерпывающей, мне кажется, тут можно, конечно, задавать очень много. Ну да, когда я бываю на встречах с выпускниками, то есть вопросов, конечно, бывает очень много. То есть в городе есть и кафе, есть и рестораны, то есть есть где отдохнуть после работы. Но самое главное, что у нас есть прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой, то есть 2 часа на Сапсане, и вы отдыхаете в выходные дни в культурной столице или в Москве. Что, скажем так, считаю очень важным, так сказать, и нашим преимуществом перед другими станциями, что мы находимся прямо в центре России. Так, вот есть в чате вопрос от Михаила Бухмина. Скажите, пожалуйста, выпускники еще каких специальностей могут рассматриваться для трудоустройства? Ну, имеется в виду, видимо, кроме теплотехников и теплоэнергетиков. Ну да, то есть атомные станции эксплуатации, инжиниринг, да, это то есть самая первая основная специальность. Также нам нужны и химики, нам нужны и электрики в электрический цех. В общем-то, скажем так, каждый выпуск вашего института мы можем рассматривать и приглашать на работу, потому что уровень знаний, который дает Томский политех, он, в общем-то, востребован на всех атомных станциях. Я знаю, что у вас даже и психологи есть. Да, лаборатория психофизиологического обследования, прежде чем работник приступает к работе на оперативную должность, то есть он проходит лабораторию психофизиологического обследования, также медицинский осмотр проходит, и по результатам уже допускается к работе. Также как бы нужны в цех тепловой автоматики измерения, ребята-выпускники, то есть перечень вакансий, он, в принципе, открыт и очень большой на атомной станции, потому что сама по себе атомная станция – это большой такой организм, в котором, скажем так, необходимы многие специалисты разных направлений и специальностей, ну, соответственно, больше всего производственная направленность. Поэтому, если вы заканчиваете электротехнику или химические направления, или рационную безопасность, или ядерную безопасность, то есть присылайте резюме, будем рассматривать, будем принимать на работу. То есть это на сайте Калининской АЭС есть рубрика? Да, но как бы вы можете зайти на портал Росатом Карьер, то есть там как бы вот тоже размещены наши вакансии. А также можете присылать резюме, то есть вы можете, даже если вы не увидите там подходящую вакансию, вы можете прислать резюме на мою почту, и мы в любом случае каждого рассматриваем, скажем, про интуирование. И если у человека есть желание работать на нашей атомной станции, у него есть высшее образование техническое, я думаю, что мы всегда найдем ему возможность у нас работать. Так, друзья, есть еще вопросы к Виталию Витальевичу? Спасибо большое, Виталий Витальевич. Сейчас мы тогда предоставим слово Павлу Евгеньевичу Кузнецову, это представитель Балаковской атомной станции. Я его видела, Павел Евгеньевич, я правильно назвала вас? Вы хорошо ник свой написали, чтобы я не перепутала. Так, что-то со связью? Павел Евгеньевич. Сейчас попробую. Александр Михайлович, слышно меня? Отлично, слышно. Так, сейчас. Так, Александр Михайлович, ну сразу предупрежу, что я нахожусь на территории станции, вот тут как бы связь. Да, я сказала Балаковской, да? Ведь это представитель Ростовской АЭС. Александр Михайлович, здравствуйте еще раз. Добрый день, коллеги. Александр Михайлович, Наталья Витальевич, будущие студенты, будущие работники Росатома. Нахожусь на территории, значит, объекта, вот тут как бы связь не очень хорошая. Звук сейчас включил, сейчас попытаюсь включить видео. Добрый день, коллеги. Добрый день, Томичи, Александр Михайлович, Наталья Витальевич. Рад всех видеть. Надеюсь, меня слышно и видно очень хорошо. Разрешите представиться. На данный момент я начальник управления производственной технической комплектации Ростовской АЭС. В 2012 году я окончил Томский политехнический университет по специальности атомной станции установки. Свою карьеру я начал в реакторном цехе первой очереди. Далее меня в 2015 году перевели на ведущего инженера по управлению реактором строительства 4-го энергоблока. В должности ВИУР я проработал всю стройку, всю плосконаладку. Далее меня перевели на начальника смены. В 2020 году меня повысили на начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами. И буквально с вчерашнего дня я назначен на новую должность. Что еще раз подтверждает, что Томский политехнический университет и его выпускники всегда на шаг впереди, везде добиваются успехов, пытаются быть лидерами своего коллектива и добиваться в жизни успеха. Ну, поддержу слова коллеги своего с Калининской АЭС, что на Ростовской АЭС тоже выпускники Томского политехнического университета пользуются очень большим уважением, потому что пройти школу Томского политехнического университета. Специальность та же самая, что у нас с вами, у меня, атомная станция установки. Виталий Витальевич, в принципе, рассказал небольшое вступление, да, в целом о Росатоме, о концерне Росэнергоатоме. Недавно мы были все в Томске на днях карьеры, значит, рассказывали тоже вашим коллегам о работе Росатома, атомной станции. Расскажу о Ростовской АЭС. Значит, в принципе, все атомные станции, их социальная политика, заработные платы и условия работы, они, в принципе, одинаковы. То есть попытаюсь рассказать о тех преимуществах, которые есть у нас на Ростовской АЭС. Первое – это расположение. То есть мы находимся на юге России, у нас 9 месяцев в году лета. Зима у нас длится, в понимании этого мяча, наверное, где-то месяц. То есть в этом году меньше 5 градусов температура не опускалась. Снег лежал месяц. И весна и осень у нас тоже отсутствуют. То есть или у тебя зима, снежок лежит, да, свежой, красивый, и сразу плюс 20. То есть слякоти такой большой, как вот, например, в Томске, да, я помню, когда жил в Томске, такой слякоти нет. То есть мы живем на юге, у нас через 2 недели уже клубника будет поспевать. Также в течение лета мы можем кушать фрукты и овощи, которые растут здесь. Это арбузы, дыни, черешни, абрикосы и так далее. То есть я считаю это неоспоримым преимуществом. Особенно это преимущество становится актуальным, когда у вас появляются маленькие детки. То есть они не болеют здесь, питаются фруктами и растут большими здоровьем. По географическому расположению, значит, мы находимся на расстоянии 200 километров от Ростова, 300 километров от Волгограда. До Черноморского побережья у нас 500-600 километров. То есть на машину вы садитесь, и через 5 часов вы уже на море, на каком захотите, на Азовском, на Черном море, можете в Сочи поехать. То есть еще у нас до гор Северного Кавказа, до Далибруса, порядка 700-800 километров. То есть зимой мы постоянно ездим кататься на сноубордах, на лыжах, в курорты Северного Кавказа. Помимо того, что вы можете за свой счет поехать на выходных, как и Виталий Танчского, что постоянно станция выдает какие-то путевки, и за счет станции вы можете как море посетить, так и курорты Северного Кавказа. Помимо этого, у нас вокруг нашего города Волгодонска есть порядка 50 баз отдыха. То есть мы располагаемся на берегу красивейшего водохранилища, Цемлянское водохранилище, на берегу Дона. У нас очень много баз отдыха, как я уже сказал, 50. То есть от бюджетных до эксклюзивных. То есть у нас тут летом Москва приезжает, то есть москвичи к нам очень любят приезжать отдыхать. По поводу расположения, то есть я рассказал по численности. То есть Волгодонск – это самый большой город в России, в котором есть атомная станция. То есть у нас порядка 170-180 тысяч человек населения. То есть мы не моногород. То есть у нас порядка четырех предприятий, градообразующих, в отличие от других городов, где атомная станция является градообразующим предприятием. То есть тут вносят свои коррективы. То есть приехав из Томска, вы не почувствуете, что вы приехали в какой-то город моногород. То есть у нас очень много развлечений, как спортивных, так и культурных. Батутные парки, база отдыха, фитнес-центры. То есть никаких ограничений вы не почувствуете. Почувствуете только, что у вас теперь тепло всегда, солнышко и так далее. По карьерному росту, значит, по карьерному росту, давайте все-таки про станцию расскажу. То есть у нас станция одна из самых молодых. Первый блок мы пустили в 2000 году, четвертый блок мы пустили в 2018 году. То есть четвертый блок у нас считается относительно новым. Поэтому персонал, который работает на третьем, четвертом, да и, в принципе, на первом, втором блоке, они очень привлекательны для зарубежных строек. Вот, то есть начиная с ведущего инженера по управлению реактором или турбиной цеха ТАИ, или это цеха, начальником смены, вы можете поехать на зарубежную стройку. Это Египет, Бангладеш, Турция. То есть данный факт говорит о том, что у нас идет очень большая текучесть персонала. То есть персонал, приходя на станцию, он уже через три года занимает должность ведущего инженера по управлению реактором или турбиной. Значит, через пять лет начальник смены, и так далее. То есть я вот, например, через восемь лет стал начальником цеха. Это как бы считается, ну, не то, что достойным, но, можно сказать, предел. То есть 30 лет вы начальник цеха. По зарплатам, в принципе, Виталий Танчев показывал слайд, то есть ведущий инженер получает порядка 90-100 тысяч, начальник смены получает порядка 120 тысяч. Это средние цифры. То есть если вы берете дополнительную нагрузку или переработку, то зарплата процентов на 30 может еще увеличиться. При уезде на зарубежной стройке ваша зарплата тоже умножается на 1,5-1,8 коэффициент. Вот. Что касается жилья. То есть у нас сотрудник, который приезжает к нам, ему дается ведомственное жилье. Оно называется общежитие. Ну, как бы оно, это просто обычный дом. Вот. Ну, то есть в квартирах живут люди, то есть им выдается, например, однокомнатное может выдаться одному человеку, да, семье там без детей двухкомнатное, семье с детьми уже выдается трехкомнатная квартира. Вот. В принципе, все новое, ремонт новое, оборудование новое и так далее. То есть при приезде на нашу станцию вы почувствуете, что у вас большая поддержка со стороны станции. В том числе, так же, как и на Алик-Калининской АЭС, у вас порядка 190 тысяч у вас подъемные. Вот. Вы их можете потратить на свои нужды. Вот. В принципе, все, что хочу сказать. То есть я, когда с Томска приехал сюда на практику, вот, для меня было удивлением, конечно, что есть, можно жить на юге, наслаждаться летом, есть фрукты. Вот. И, в принципе, получать достойную зарплату и быстро расти по карьерному росту. Я считаю, что на этом мы останавливаться не собираемся. То есть будем поддерживать Томску Марку, помогать молодым-то мячам, которые приезжают сюда. Да, в принципе, всем молодым сотрудникам мы помогаем и как-то морально, и советами помогаем. Вот. Так что будьте уверены, что если вы поедете на любую станцию, а лучше, конечно, на Ростовскую АЭС, то, во-первых, вы не пожалеете. Вот. И чем дольше вы будете жить здесь, на юге, тем больше вы будете понимать, что вы сделали правильный выбор. Александр Михайлович, ну, в принципе, все. Извиняюсь, что презентацию не показываю, потому что, значит, трафик не позволит, я думаю. Ничего страшного. Здесь и так информации, конечно, достаточно может быть. Но я хотела вот такой вопрос задать, поскольку мы пытаемся сориентировать ребят еще на магистратуру в теплоэнергетике и теплотехнике. Приблизительно, в каком соотношении выпускники направлений и специальностей требуются на атомную станцию, вот, к примеру, с ВВР. Значит, если рассматривать физики, тепломеханики, как у нас, к примеру, по программе тепловые и атомные электрические станции, по сути, мы выпускаем инженеров-тепломехаников, значит, электрики, автоматчики. Вот в процентном соотношении больше всех кого нужны? На данный момент больше всех, конечно, нужны, первый – это реакторный цех, второй – это электроцех. Но в реакторный цех – это физики или это все-таки, опять же, больше инженеры? Значит, Санкт-Петербург, ну, сейчас, то есть, смотрите, то есть сейчас такого жесткого разделения, что если ты теплотехник, и ты не можешь работать в реакторном цехе, такого нет. Но все равно у вас же есть физики, которые обеспечивают управление реактором непосредственно его… Конечно, конечно, человек с образованием или ядерные реакторы, или атомные станции, ну, я говорю на том языке, который был, когда я выпускался, конечно, у них перспективы карьерного роста, она больше. Например, вот, с моим образованием я могу занимать любую должность на станции. А вот человек там с химическим образованием, он может дорасти до начальника цеха. Дальше, как бы, ему уже надо получать атомную специальность. В процентном соотношении я, наверное, скажу, что примерно равномерно. То есть сейчас специалисты требуются все, потому что на зарубежные стройки уезжают, начиная от химцеха, закачивая реактор химцеха. То есть я слышал. Я хотела тоже услышать, что все-таки движение есть в связи со строительством и запуском станций за рубежом, да? Движение не то, что есть, оно, скажем, потом увеличивается. Понятно. Потому ваши потребности, что более-менее квалифицированные кадры востребованы уже на зарубежных блоках. Да. То есть где-то в год мы порядка 100-150 человек можем принять, я думаю. Понятно. Понятно. Так, ребята, давайте задавайте вопросы. Что осталось для вас не совсем ясным. А, Сан-Хан, какой курс? Ну, здесь у нас, видите, мы пытались собрать участников Олимпиады, Всероссийской Олимпиады, я профессионал, которые по категории бакалавриат проходили там, ну, для поступающих в магистратуру. Там было две категории. Одна бакалавриат, другая специалитет и магистратура. Ну, и вот, чтобы сориентировать в нашу еще магистратуру для поступления. Поэтому от третьего, начиная, я знаю, что и третьего курса участники были, и четвертый, пятый тоже были. И даже шестой участвовали, но они успели поучаствовать в отборочном туре. Шестой курс – это специалисты, которые в январе выпустились, в отборочном туре поучаствовали. Он тут видел сообщение в чате, написали, что поедут строить зарубежные станции. Ну, хочу сразу предупредить, что вы поедете на станцию, настроивающуюся сразу после университета, на самую маленькую должность. И приоритет вышестоящих должностей будет отдаваться тем, кто работал на станциях над действующими. Ну, просто, чтобы ребята понимали. Что вы уже приобрели у себя здесь? Да, то есть если вы там будете работать, и там будет вакансия начальника цеха, например, то приоритет, конечно, отдадут человеку, который работал над действующей станцией. У вас еще действуют маски, да? Да, почему-то губернатор Ростовской АЭС он еще не отменил маски. Но я был в командировке в Москве, и в Томске уже, конечно, это все отменилось. Нет, в Томске тоже не было, я не слышала распоряжения. Мы не носим, потому что, вот так говорят, уже не надо. Но распоряжения я не слышала. Нет, ну мы все-таки объект такой, режимный, то есть у нас дисциплина строгая. То есть если один, а если один, да, я один нахожусь в кабинете, то можно, а если два человека, то уже надо не надевать маску. Хорошо. Так, что, больше нет вопросов, да? Отменили? Спасибо, значит, я пропустила распоряжение, что маски тоже у нас отменили. Ну тогда мы отпустим специалиста Павла Евгеньевича. Да, сам сказал, спасибо, что в очередной раз мы будем поддерживать с вами контакты, да. Надеемся, что вы примете нынче на практику наших, и возможно, участники Олимпиады попадут там к вам еще на стажировки. Такая есть процедура. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо тогда всем участникам, кто пришел и задал вопросы, и послушал полезную информацию. Всегда очень полезно с производственниками пообщаться. Ну и тогда на этом. Если ни у кого нет дополнительных или у коллег нет никаких предложений, замечаний, тогда спасибо, до свидания. Будем ждать объявления результатов Олимпиады. Они вот-вот уже должны будут быть готовы. До свидания. Счастливо.